короче внизу есть офигенный интересный fiat чем он интересный я сейчас просто прицеплю фотографию покажу что было с машиной а теперь эта машина идеальная и продается по верху рынка короче так ли это италия эта машина не ошибся ли я идем разбираться друзья всем привет вы чаще всего смотрите это видео для того чтобы набраться опыта для того чтобы посмотреть как выбирать автомобиль чтобы вас не налюбили так вот сегодня именно такой случай смотрим включил не включил богдан первый есть а все теперь включен да а ну протяни шнурочка а на эту сторону он заточенный чина тупчина стоит бородой пойми куда он заточенный как-то так не она нормально но она шелестеть будет не шелестит мыть по утрах и ничего не шелестит волк накрылся с головой и говорит я сам лично нашего технического специалиста одеваем микрофон и почему у тебя такие большие уши для того чтобы вам было лучше слышно мы снимаем пятью разными устройствами это вам для того чтобы было лучше видно и как говорили в 90-х наперсточники смотрим внимательно выиграем обязательно ну а сегодня у нас будет фиат фиат 500 благодаря тому что мы достаем историю автомобилей мы знаем какой-то фиат и мы уже пришли сюда просто тупо поржать и съел красную шапочку жуй-жуй глотай он приехал сюда к нам вот так опачки это не волнуйся потом прибежали охотники убили волка разрезли ему живот и оттуда выскочили бабушка фиат 500 9999 долларов смотрим жуй-жуй-жуй глотай ой какой кошмар слушай ну это просто ужас польский коврик это знаешь что им делать интимную стрижку смотри какая качественная сборка достанешь здесь енуты на рыгалих волка смотри какая мощная два три четыре пять коврик с подпятником такое только в премиум классе есть это детали тюнинга были на герметике но вот вы взрослый дядька откройте заливную горловину окей давай попробуем она все как там у нас блин так тарел а я понял щуп зе вот я щуп можно через щуп сливать масло отсасывать и залива доливать в 1 4 turbo как а берется такая леечка тут с ее комплекте нет леечки в комплекте нет не ну нафига так действительно а есть другой вариант нужно вот эту гайку открутить и вместе с маслом заливной горловиной снять ладно еще сломаю еды колька вариантов розвитку поддей можно відкрутить чупок от кукурузы забыть туды и все будет вообще давлением через поддон ну тогда машину треба на биг загнать чтобы не вытекало масло ты его задуваешь оно вытекает в голову точно оно нальется что тут было причеплено напевно была лейба с пробегом автомобиля ну коли масло меня ну скажите что за аккумулятор не брали сна сообразительный бренд до варта не варна этот в в в короче наш украинский и 100 и 100 точно в в из там а тут а электродная сварка сварена и он тоже на варене вот один сварен вон 2 наварен видишь не он 2 наварен сварка под капотом электродная сварка даже не полуавтомат сварена так ах по богатому салон собран не до конца где-то чего-то не хватает короче конструктор лего трещина по шпаклевке а вот откуда этот тюнинг с багажника это детали тюнинга были на герметике но это наш вот эта сетка лежит в багажнике там никогда не было воздушного фильтра там хмоть он там он какой-то сверток может закладка чья-то надо почистить это все потому что она все в будущем будет забивать фильтр салона и нормальной циркуляции воздуха не будет если она будет дождь и те она будет вот это листья которая там лежит она будет сыреть вонять все это будет салоне здесь одного окошка вообще нет и саморезов тоже хоть и наших но не в достаточном количестве здесь точно также нету саморезов они закончились на производстве просто здесь не дружит и дверка проседает при открытии шторки но кстати у нее 12000 пробега 12000 она была развалена и разобрана с проблем 2000 километров там их целая парковка таких подали машины растерзание енотом вот здесь просто ничего не было пластиковые вставки здесь нету под ремешок вот здесь а вот это всякое будет ворситься точно также здесь отсутствует один пистон либо он не защелкнут потому что пластик выходит там он нащербан поломан смотри пластик ё-моё шкура коврики уже так аукс блютуз в наличии че подсвечения поддываемся далее он тут вот трех его но это парагульному заходить то потолок имеет легкие залом и сейчас покажу то есть совсем легенький залом но это так это когда уже монтировали значит подушка присутствует ссылка есть одной с другой стороны причем она заводская а не деланная с безопасностью по крайней мере здесь она присутствует на месте кстати тут все очень даже хорошо я нашел запчасть где-то она выпала наверно от ковра крепление от ковра вот она на колесах болты поменьше а смотри как красиво крученые вот эти болты на дверях просто это шедевр наверное ключика просто не было по размеру и чуть-чуть большим ключиком крутили даже на крыле у них не было ключика на 12 они ключиком на 13 крутили даже накрашены кусок торпеды и уже почуханы за 3 уже здесь поцарапан а машина-то новая была до и нутов лишь fiat на прищепке люк и сидение еще по-особенам откидывается о это шею уже отремонтировал до саты селектор кстати не от него это другой комплектации что увидишь красный здесь ни одного красного шва нету ни одного это другой комплектации вот шо это вот шо это за сборка все сама все сама вот шо это вот шо 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 это три диван лишь fiat берите от не пожалку это подушка безопасности отличается цветом пластика соответственно понимаем что отсутствует деталь консоли боковой панели видишь поролончик песку здесь походу самая мощная это педаль тормоза в этой машине где-то на разборке валялась ржавые пятна по пластику это подушка подколенная вот я вижу как снимали вандалическим способом покрасках потеки сколы салоне проем смотри какой вандалы разбирали автомобиль наверно молотком двери снимали запахался считать здесь косяки в этой машине она разная по цвету вот иди смотри в торец она разная это светлее это темнее два белых но они разных дверь здесь вот часть состоит из шпаклевки видишь нету штучки ложить вот палочку квадратненько такая пластиковая и масло в двигатель здесь не заливается одноразовое капот кстати кривой видите вот его не дошпаклевали он здесь родной остался это ну вот такой это родной осталось он рихтован и это сразу видно под капотом там где рихтовалась она ржавенькая если бачите шпаклевка небогато ну срублено криво а трошки провисают не играет но чуть-чуть выше ее надо потому что здесь вот он уже сильно затирает же аж выемка из-за того что вот эта вот часть которая на замке вон там из получается вот эта вот часть она затирает вот тут язычок и поэтому но таким с таким легким за запрыгиванием дверь закрывается по салону больших претензий нету то есть то что он не не собран до конца но это такое дело основные вопросы все сейчас будут внизу загоняем машину пересвету какая-то хрень то где все хорошо в каком моменте а привет а по этому самому покажите поэтому по по горам где горы горы где вот горы какой это блин тупо не до свет надо чтобы вот это горы были посрединке а я говорю надо то есть на том монитор чеки на нужны фига не видно дорогие хейтеры заносите свои руки над клавиатурой и начинайте фигачить сейчас расскажу про что я лично я николай тарануха заморачиваюсь обучая наших операторов тому чтобы они лучше снимали я рассказываю как брать этот кадр кстати если мы где-то чего-то забыли напечатайте что именно мы забыли а мы исправим но это неточно болт который про бансорона резьба все переточено переделано в блоке после артема потому что болт вообще на большую резьбу да ну так все или только 11 то что был сорван тали с карданом все новенькие скобами шарней шрусы на шрусы нашел новые китай да ну как для меня вот по этой машине это то же самое чтобы бушный гандон поднять выстирать и одеть на себя друзья а теперь серьезно то что мы стебемся над машиной это одно дело мы видим эту всю систему мы видим это что это не то но во всем этом кипише мы обязаны заказчику рассказать то как оно есть потому что он за это платит денег он может себе это купить и он должен понимать что будет если он купит себе этот автомобиль поклевочка дэвид и датар тут и нашпаклевал и не датарова новости торчили так и всякады она за раз потряскается подпадая башни до шкуру и нихрами воды катализатор торчит так ну и давай заглядывать в разные щели нету заглушки где-то наделась подкрылок как-то не до конца неправильно стоит то есть ему надо бы чуть-чуть растянуть вот сюда натянуть и застегнуть но был вот так вот так его пока повесить не дорогое на здесь вот саморез и пицца что не есть хорошо потому что она начнет ржаветь вот здесь вот тоже саморезы с эпицентра все пока везде все плохо ёпти шумы такие мокрые вот она вся проблема внизу или это неудачно маслом планы не мешаю пока не мешая пошел назад не нихера эта коробка течет с него выливается уже аж аж выливается порог кривый голову она валялась пистонев немая саморезы немая так тут она в принципе на саморезах с эпицентра собранная коллега я с вами полностью согласен что они еще и не все мало того что с эпицентра так еще и не все а чё с коробкой маску а чё ну то бы воно там є тому и вытекает так оно не красное и не зеленое ну что было то и на цвета моторного чуть-чуть надорвалась беда какая и порихтовали рихтовали не очень удачно бачите покрыли на все побито немое ничего а то и зазоры пляшут ничего зато здесь есть два разных отбойника особенность кайслера и фиата в том что каждая машина друг друга не повторяю мне отца интересно цены завод сша такой бой цены завод таки чтоб они ладкой 6 там стояла 6 кто что стягнул сапчик тут стоял по ходу и здесь завернутая здесь завернута ну ладно здесь от этих отвела вот это шо здесь тоже что-то заклеивали это тоже заклеили пыльники один есть а шо вы так иди нью-йорке по манхеттене золотые купола диск ударенный кривой здесь в этом месте вот чуть-чуть а так он и здесь ударенный диски здесь вообще такие очень весь ёпта здесь вообще так весело а когда едешь рульные зубы не высыпаются пломбы тут диски квадратные бак тут бачторы усиленный хотя бы житомирской области в житомирской области назад я но царим он конечно мощно ну да такой он кстати он трется дребезжит не так он упирается в переднюю часть и вот упирается уже уже протерла смотри так то фигня а еще чуть-чуть антифриз пойдет смотри как фигня тут а все сварка электродный сварен еще один патрубок дан все наваривали снизу все вопросы снизу все прям пальцем показывает это на теплообменники до запахивши да он тоже теплообменник и за три причем здесь на вот этом теплообменники и красная и желтая машина вот эти штуки они вареные вот это блин то конечно бог маркетинг насобирал я не знаю как но такое опа это с учетом того что тут же стоит новый подкрылок и он видать что-то чуть-чуть не подошел зеркало нифига себе такое как у меня не у меня с лампочкой пошевелить шевелю то нова машина даже на подъемнике продавец утверждает что машина новая ну машина приехала летом на зимней резине она новая конечно все до спорю он просто не знает о том что мы знаем о том что было с этой машиной мне кажется что до семейнблоков тут меньше всего просим спасибо я отойду но он потресканый но целый я отсюда вижу все он блестит что у янота яйца целый но я же скажу тут я какомусь спортивному СТОшнику дали новое сверло заточенное и он тут дырок понасверливал спасибо зато незачищенная гофра защита погнута можно просто поранится уже укололся а знаешь как это по-научному называется это мать его опорный диск только что он опорный не опорный это брызовик а тут тоже диск кривой вот здесь раз это же тики на турбо версиях там блин он весь весь кривой а шо это а цены с турбо цей затму из кросс-кантри где а здесь только в одном месте он ударенный то есть ни одного ровного диска нету на машине силы поскакали сальник тоже припотеваю да и с этой стороны тоже на завтра мне трохи тут она больше за все шоусь теплобменника звезда а тут уже закидают за витрением по коробке в разные мастила тут воно червоне тут воно уже жовте он не вареный говорили они что по радиатору ну что с него не тречет значит хорошо майже я тоже думаю еще с него нет и че то все хорошо а сняв радиатора там вот так вот банюк и забыть на две трети все можно собирать ну и наконец-то разоблачение там я зазор на посунутся ну на на все эти косяки будем общаться ой да ладно это всегда такое начало андрюха уже объявил четыре с половиной ее можно довести до ума на 650 продавать вы спекули вы купили за 650 долларов а продаете за 8 с половиной тысяч долларов за 10 за 10 а ну нахер вот это десятку от маленьких пробег комплектация хорошее turbo на turbo квадратных колеса до десятка с квадратными дисками усавшимся коробкой теплообменником с перетертыми патрубками на антифриз 9 серьезно 10 ну объективно показали что левой ногой делали там вот эту вот эту сварку хотя бы блин с баллончика белой грутовки самой дешевой за кисточки хотя бы пфом захуячили она же ржаветь начнет и к весне но его не будет уже там уже она все ржавое такое шо ай 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 ажероном приваренные по такие вот сверху все кра хорошо а снизу даже проволока торчит то есть она к весне уже ну будет ржавая настолько что она начнет она до зимы отвалится по наших ямах вот это электро дождем мы же оптимисты мы хотим чтобы она дожила хотя бы до весны до весны надо живет а потом по трубок интеркулера вали варен электродная сварка не аргоновая когда он воздух пустит когда его прорвет после режженный металл первого я сейчас на тест драйв саду и она не поедет все параметры которые по этой коробке доступны выбраны и все они просто не в норме общее количество включения рычага переключения передач по счетчику это я такой цифры не знаю нас в школе не учили да сколько миллиардов нет это 429 миллионов а нет это 4 это сколько раз коробка включала передачу как у нее 12 20 обязательным условием полного осмотра это есть тест драйв мы понимаем что машина не очень хорошая но для того чтобы достать еще больше информации мы туда забиваемся вчетвером и поехали и по тест на то сколько сюда влезет людей итальянский 965 поехали ух ты ёб это шо подголовник был о чем в середину спину ударил как бы такое это с учетом того что мне какой пристёгивать сме голова не разгибается вот эти маленькие турбомоторы для меня у них ускорение как будто кококова сболтал и открыл ну чё едет шнапс минус ментосом точно даже за людьми машине конечно здесь еще спорт режим здесь надо вот то что я вспотел не как спортсмена тогда я ну чё едет какой машинки это разворачиваемся не да 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 мы можем еще и сс выключить чтобы она вообще тут не сидение не вот тут вы не были перебивать вот это же меняется порт инсерти наверное все же там меняется приборка не но и обороты и момент переключения должен переходить она как шкварчала как у кокола двухлитровая так и шкварчит как-то климат странно только в ноги короче сюда не дует и сюда нет сейчас была ошибка но была только на сохраненная была сейчас мы включили автоклимат явно будет только в ноги просто итальянец который собирал в америке пошел на съезд туда пришел другой забирать такая как белье увешать так это же не лук это просто подарок это с любимой помиловаться звездами где-нибудь на побережье набережной что дальше она не заедет если хорошая любимая здесь только она может прибываться так что звоним чулкам кацаки уже на подъезде на крышу я же у меня взорвать есть нету я думаю 140 она должна поехать вообще по драйву если сотреб то ребята там как бы душат на ней и 210 ой все пошел я можно здесь я вам напишу 206 а тут помните красненький до 170 разогнался у меня уже очка вибрировала так его весом же больше и он больше чем вот это просто за старта такой как электромотоцикл друзья заказчик все равно хочет эту машину откровенно говоря за десятку это просто unreal это ну цена выше прайса это дофига и вот теперь наша задача рассказать что сколько стоит для того чтобы человек вообще понимал с какой суммой он столкнется купив этот автомобиль все закончится тем что вы либо так и будете на ней ездить не доделав максимум что здесь делается это из обязательного вот эти вот патрубки которые есть их надо в любом случае поменять переуплотнить двигатель поменять сальники это да это можно сделать быстро а вот что касается кузов ни тут либо вы его доделайте это долго по времени либо же так а что тут долго тут же скрасить ничего не надо поставить разобрать надо окей сделаешь если есть такое сто договаривайтесь пробуйте потому что доделывать здесь надо нормально и по-хорошему для того чтобы переуплотнить это надо замыть и посмотреть откуда оно фигачит капот вы сами вот видите какой он и вот тоже переделать ну либо же поставить на ней статус учебной машины ездить дальше вот так ну вот эти вот вещи которые закрученные строительными саморезами она весной вылезет вот такие дырки моя точка зрения взвесить будь будете ли вы ездить так или же будете доделывать дальше следующий вопрос будет общение с тем кто продает автомобиль и вот захочет ли он то если ее действительно дают за 8 то у вас потом после этих 8 еще вылетают вот такие вот проблемы важно чтобы этого это понимали но то что отдадут ее за 8 хотелось бы но можем понимать что за 8 ее могут и не отдать в принципе по глазам вижу согласен за семь с половиной я думаю принципе можем 8 500 говорить я вижу 8 но хорошо если 8 интересно будет я мне общаться с владельцем или как мне кажется дешевле войны на вариант не найдете такой комплектации турбовый тогда я буду пока общаться с владельцем вы пока вот этот промежуток времени до вечера на сумме если подытожить вот эту тему то правильно было бы ее действительно взять за 8 загнать на и 100 и доделать все что в ней нужно и вот тогда бы была машина кукла то есть по технике она не мрачная у нее есть вопросы но сказать что они такие очень плохие нет есть срочные вопросы есть такие посредственные но в любом случае всю эту тему нужно доделывать переделывать ну пока пока думаем а тем более андрея есть вариант лучше что за вариант взять вот эту десятку и что-то сразу нормально взять без этих ремонтов а ведь и не поспоришь взять десятку и сразу взять что-то нормальное в этот раз этот автомобиль не купили ну и слава богу потому что сумму стоимость в 10 тысяч долларов это трохи за дофига но есть интересный факт эта машина продается сейчас по стоимости 10 тысяч 999 вот такие вот интересные истории после того когда мы сказали что это отстой машина срочно подорожала на тысячу ну наверное для того чтобы уступить там до девяти с половиной чтобы было это хорошая приятная цифра друзья для того чтобы не попасть такой переплет обращайтесь к нам в компанию один авто мы поможем вам выбрать классный хороший автомобиль все контакты внизу пишите звоните без внимания не оставим но с вами был николай тарануха киев компании один авто всем удачи на дорогах не болейте не тупейте всем пока пока классная машина блин после такого переплета еще на косарь подорожал вообще ебнулись эти перекупы классная машина